Друзья, всем добра и мудрости! Приветствую вас на канале обучения и саморазвития. И сегодня мы поговорим о том, как же быстро научиться играть на укулеле. Перед тем, как учиться, давайте рассмотрим, что представляет собой укулеле и какое оно бывает. Укулеле – это маленькая четырехструнная гавайская гитара. В переводе с гавайского укулеле – прыгающая блоха. Укулеле распространено на различных островах Тихого океана, но ассоциируется прежде всего с национальной гавайской музыкой и культурой. Миниатюрные четырехструнные гитары возникли относительно недавно, но быстро покорили мир своим звучанием и удобностью. Укулеле отлично звучит не только при исполнении традиционной гавайской музыки, но отлично подходит для джаза, кантри, регги, фолка и легкой современной музыки. Думаю, вы поняли, что укулеле отличается от привычной нам гитары лишь своим размером и наличием четырехструн вместо шести. Но, как и обычная гитара, укулеле делится на разновидности. Так какое же укулеле выбрать для начинающего гитариста? Какое укулеле выбрать? Выделяют четыре вида инструмента, различающихся размером. Первое. Укулеле сопрано. Самый распространенный тип. Самое маленькое укулеле, звучание которого и считается классическим. Укулеле этого типа дешевле остальных, поэтому новички чаще всего выбирают именно сопрано. Длина такого укулеле составляет в среднем 53 см, количество ладов 12-14, а цена начинается от 1000 рублей. Это отличное укулеле для начинающих. Второе. Альт-укулеле или концертное укулеле. Следующий по размеру инструмент после сопрано. Длина составляет около 58 см, количество ладов 15-20. Такой тип укулеле предпочитают люди с крупными руками. Укулеле этого типа также обладает более глубоким звучанием, чем сопрано-укулеле. Цена на данный инструмент начинается от 2500 рублей. Третье. Тенор-укулеле, длина которого составляет около 66 см, количество ладов от 15 см. Его звучание еще более глубокое, чем у концертного укулеле, и оно позволяет извлекать еще больше звуков за счет более длинного грифа. Цена также начинается от 2500 рублей. Четвертое. Баритон-укулеле, длина которого составляет от 76 см, и на грифе которого 19 ладов и больше. Баритон-укулеле настраивается так же, как и гитара на четырех нижних струнах, что делает эти два инструмента очень похожими. Из-за внушительных размеров инструменты этого типа уже не обладают классическим звучанием укулеле, однако баритон-укулеле подойдет вам, если вам нужно по-настоящему глубокое и богатое звучание. Цены на этот инструмент несколько выше, и качественные образцы начинаются от 5000 рублей. Если вы только начинаете осваивать этот инструмент, то лучше начинать с сопрано или альт-укулеле. Если у вас большая рука, то вам подойдет концертная укулеле. Она чуть больше сопрано, с большим количеством ладов. На ней удобнее брать аккорды и учиться играть на укулеле. Особенности игры на укулеле. Если вы уже знакомы с гитарой, то за пару часов разберетесь и с укулеле. Да, не сразу, так как на кажущуюся схожесть есть существенные различия. Первое существенное различие – это количество струн, их всего 4. Второе, что может помешать опытному гитаристу в освоении укулеле – это существенная разница в постановке рук. Укулеле берется намного выше, и большое значение на звучание, как ни странно, имеет осанка музыканта. Еще одно существенное отличие для людей, играющих на электрогитаре в том, что при игре боем следует использовать ногти, как и при движении руки вниз, а подушечки пальцев при движении вверх. Еще одно различие заключается в разнице строя двух инструментов, но данная проблема легко решается с помощью тюнера. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео, а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность, всем добра и мудрости, а мы продолжаем. Итак, от теории давайте перейдем к практике. Вот что вы должны помнить для того, чтобы быстро научиться играть на укулеле. Аккорды для укулеле. Для начала стоит познакомиться с аккордами для укулеле. Они бывают мажорные и минорные. В большинстве современных песенников привычные для музыкантов ноты обозначаются так. Си – до, Д – ре, Е – ми, Ф – фа, Джи – соль, А – ля, Би – си и решетка это диез, то есть повышение на один лад вверх. Зная название аккордов, давайте посмотрим, как же они ставятся. Вот самые основные. Зажав третью струну на втором ладу указательным пальцем, четвертую струну на втором ладу средним пальцем и вторую струну на третьем ладу безымянным пальцем, извлекается звук мажорного аккорда А. Он является основным и используется в большинстве песнях на укулеле. После зажатия первой струны на втором ладу средним пальцем, второй струны на втором ладу безымянным пальцем и третьей струны на втором ладу мизинцем извлекается мажорный аккорд Д. Если четвертая струна на первом ладу зажата подушечкой указательного пальца, первая струна на втором ладу среднего пальца и третья струна на четвертом ладу мизинца, то получится мажорный аккорд Е, похожий по звучанию на ноту ми. Для игры аккорда G зажмите указательным пальцем третью струну на втором ладу, средним первую струну на втором ладу, а безымянным вторую струну на третьем ладу. При игре такого аккорда как F зажмите указательным пальцем вторую струну на первом ладу, а средним четвертую на втором ладу. Все эти аккорды были мажорными, давайте рассмотрим их минорную версию. При зажиме средним пальцем первой струны на втором ладу получится извлечь минорный аккорд АМ, названный Ля минором. После зажима указательным пальцем четвертой струны на втором ладу и безымянным пальцем третьей струны на четвертом ладу получается минорный аккорд ЕМ, названный Ми минором. Для игры минорного аккорда ДМ Ре минора указательный палец должен произвести зажим второй струны на первом ладу, средний палец первой струны на втором ладу и безымянный палец третьей струны на втором ладу. Учите аккорды постепенно, начиная с более простых и плавно переходя к более сложным. В первую неделю обучения совершенно нормально боль в пальцах, со временем она пройдет и звучание станет чистым. Соединяйте аккорды в различные комбинации и пробуйте играть с разной скоростью. Теперь зная аккорды, давайте приступим к игре. Укулеле следует прижать к груди мышечной частью правого предплечья. В это же время упор корпусной части музыкального инструмента делается в локтевой сгиб. При правильном расположении укулеле музыкант играет не пользуясь помощью левой руки, а положение инструмента остается неизменным. При игре должны использоваться все пальцы, исключая большой. Удерживание грифа производится с помощью кисти на левой руке. Как уже писалось выше, звук при игре боем извлекается с помощью ногтя. Ногтями бить по струнам вниз, а подушечками пальцев играть вверх. Теперь, зная шесть основных аккордов и постановку рук, попробуем соединить все в едино и сыграть нашу первую песню. Песни на укулеле для начинающих. Для начала, чтобы быстро научиться играть на укулеле, стоит попробовать выучить самые простые и популярные песни, которые вы и так наверняка хорошо знаете. Например, я могу порекомендовать следующие песни на укулеле для начинающих. Виктор Цой, Пачка сигарет. Звезда по имени Солнце. Жуки, Батарейка. В оригинале данной песни используется аккорд H7. Вы можете выучить его или заменить его на уже знакомый нам G. Это одни из немногих песен на укулеле, где используются те аккорды, которые мы выучили выше. Вот, пожалуй, и все, что стоит знать начинающему гитаристу для игры на укулеле. Практикуйтесь каждый день. И скоро ваши пальцы привыкнут зажимать твердые струны, правая рука сама будет подбирать под любимые мелодии, а вы научитесь быстро играть на укулеле, чего я вам и желаю. Удачи и терпения вам, друзья! А также не забывайте, что на нашем сайте можно найти уроки и по более классической гитаре, а также еще много интересного и полезного. И даже послушать добрую музыку на нашем YouTube канале «Обучение и саморазвитие». которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok